Всем добрый день! С вами психолог Крабкова Наталья. Все мои контакты есть в описании внизу под каждым из моих видео. И сегодня я хочу разобрать интервью, которое дала Анна Сорокина, которая называет себя Анна Телви, Ксении Собчак. И это будет не только... Это не сколько будет разбор интервью, сколько это будет разбор в том числе этих двух людей, как и Ксении, хотя про Ксению у меня уже есть видео. Найдете на моем YouTube-канале и в Яндекс.Сцене тоже есть. И самой этой Анны Сорокиной. Я вам расскажу, может быть, какие отличия между ними по психотипу, что общего, что разного в Ксении и в этой Анне. Ну и побольше расскажу про эту Анну, потому что история с ней такая очень нашумевшая за последние пять лет. Нетфликс снял фильм «Изобретая Анну». Несколько серий, как я поняла. Я этот фильм не смотрела, но я услышала в этом интервью Ксении, что Анна сказала, я видела лишь там 30-40 минут этого фильма, и там, ну типа, да, наверное, где-то что-то на меня похоже, но, в общем, это не совсем я и не совсем моя история, потому что это фильм, это шоу, относитесь к этому так. Ну и такой момент. Конечно, я не только слушала, что они говорят в интервью, и что эта Анна отвечает, а я также посмотрела частично интервью, которое Анна давала другим там, ну как это сказать, журналистам. И она там немножко была другая, и она там немного по-другому себя позиционировала, чуть-чуть по-другому отвечала. А с Ксенией она была уж какая-то супер-пупер любезная, супер-пупер правильная, и какая-то немножко другая, в общем, да, вот тоже интересно. Да, и я, повторюсь, я опиралась не только на то, что я слышала в этих интервью, но я еще и продиагностировала и Анну, и Собчак на этом интервью, как они себя обе чувствовали, почему интервью получилось именно таким. Ну и расскажу вам обо всем, что я знаю, обо всем, что я почувствовала. Смотрите, обе эти личности, и Ксения, и Анна, они, конечно, относятся к психопатикам. То есть это психопатичный такой склад психики, нарциссично-психопатичный. Но между ними есть разница. Они по-разному себя позиционируют, и они немножко по-разному чувствуют этот мир. Этот мир, ну и по-разному себя ведут. Хотя корни их психики, они все равно примерно в одинаковом. Но у Ксении есть такая потребность обсирать. Знаете, это мне Ксения напоминает муху, которую вот если она завелась, муха, на окне, то она обкакает все окно. Вот кап-кап-кап-кап, и все в черных капельках. Чистое окно становится в черных какашечках. Вот Ксения, она про это. Я всегда говорю, что Ксения – это старушка-шипокляк, хорошими делами прославиться нельзя. Ей нравится быть такой. Ей нравится быть таким троллем. В Анне это тоже есть, но в меньшей степени. Она может внутри, а может быть и снаружи, кого-то троллить, но внутри она точно троллит. Но это знаете, как на что похоже? Это не троллинг, это больше как обесценивание. Анна может обесценивать других, но это прежде всего она делает для самой себя. Это такая игра с самой собой. Типа, вы никто, я вообще про вас не думаю, я вообще вас не знаю. Это для того, чтобы, во-первых, ее не рассекретили, потому что ее основная суть – это не быть раскрытой. Чтобы ее не рассекретили, чтобы никто не смог понять, что она думает, какая она. Она настолько, она даже внутри себя это все вот так вот засекречивает. Но делается это с определенной все равно целью, чтобы никто не понял, кто она такая. И она может вот так вот внутри себя обесценивать других богатых людей. Например, если она живет в отеле в Дорогом, ну, жила раньше, да, когда была мошенницей до тюрьмы, она могла вот других постояльцев этого отеля Дорогого, она их внутри обесценивала. И как бы вот и себя возвышала. Хотя как бы она тогда была мошенницей, жила только на поддельной чеке. И тем не менее, так как у психопатичных личностей не стадание совести, не чувствую долго ничего, то ей, ну, окей, с этим было вообще никаких проблем. И ей надо было их внутри себя обесценивать. Поэтому она могла даже себя вести пренебрежительно, могла вести себя холодно, могла не здороваться. И об этом говорили, что вот она, многие очевидцы, постояльцы говорили, что она вот так себя вела высокомерно и как к плебеям относилась. Вот. Но при этом как раз к обслуживающему персоналу она могла относиться не как к плебеям, а к ней. Она могла их, наоборот, задаривать чаевыми, большими, неадекватно большими и так далее. Потому что она же к кем себя возомнила, Анна? Она призналась в интервью Ксении Собчак. Робин Гудом. Знаете, такие две Робин Гуденши. Что Ксения, что это Анна. Анна как себя оправдывает? Она оправдывает себя и делает все свои поступки очень благородными. Что все цели были благородные. Обмануть корпорации. Корпорации обмануть она хотела, эти финансовые, американские. Всех этих правительств, богатеев, кто, наверное, наживается на бедных. И она такой Робин Гуд. Как говорится, наебать корпорацию – это святое дело. А вот частное лицо – нет-нет, это мне не очень нравится, это некрасиво. Как ее Ксения говорит, ну вы слышали вот про этого мошенника из Тиндера? Она говорит, да, слышала. Ну и как он вас часто сравнивает? Она говорит, нет-нет, меня нельзя с ним сравнивать. Он мне категорически не нравится. Он женщин обманывал. Пусть даже эти женщины такие были, искательницы богатых мужчин, но все равно это нехорошо. Он обманывал частное лицо. А я как бы, ну я лишь корпорации обманывала. И все. И видите, и цели такие, и действия становятся благородными. Настоящий Робин Гуд. Как говорится, всегда приятно наимать систему, а не какой-то отдельного предпринимателя. Ну и уж тем более женщину, которая ищет там себе просто, значит, мужчину с деньгами. Это нет, это неблагородно, по словам Анны. Она говорит, ну и Ксения, как всегда, она же любит свои такие каверзные вопросики. Она говорит, ну а что же вы просто мужчину-то богатого себе не нашли? Если вы такая крутая манипуляторша, если вы так втираетесь в доверие, вам надо было просто раскрутить на деньги какого-то олигарха. Она говорит, нет, ну это же практически проституция, говорит Анна. Это грязно, это неинтересно. Я люблю сама все контролировать. Я... И потом, кто вам просто так, она говорит, даст какие-то деньги и ничего взамен не попросит. Поэтому нет, это гораздо проблематичнее, чем обмануть корпорацию. Пусть я лучше им буду что-то должна, чем какому-то мужчине. Анна рассуждает на самом деле очень правильно и очень грамотно, как настоящий такой человек. Она же достаточно молодая, да? Как человек, знающий эту жизнь. Вот кто так быстро и ловко знает эту жизнь? Психопатичная личность. Потому что они все считывают, они все видят, у них с чувствами очень плохо. Они чувств почти не чувствуют. И поэтому они очень наблюдательны. И они умеют считывать других людей, кто какой. Они, знаете, прям у них чуйка на это. Но это чуйка не эмпатичного характера, а психопатичного. И зачастую эта чуйка самая правильная. Эмпат, он может где-то ошибаться. А психопатик видит все как есть. Потому что своими чувствами не присоединяется к чувствам другого человека. Он их не чувствует. Он не может чувствовать чувства другого человека, потому что он сам свои не чувствует. И тогда он так просто так со стороны, по мимике, по жестам. Ага, на это так среагировали, на это так. Так, вот здесь я сейчас такое впечатление произвожу. И вот на это такая реакция. А здесь вот я сейчас включила вот такую роль, вот такую маску одела. И на это вот такая другая реакция. Хорошо, запоминаем, запоминаем. Записываем на кассету, на диск. Примерно вот так вот. Да, что я еще хотела сказать. Да, то есть вот это для нее, это все мелко, грязно, вот гораздо интереснее для Анны работать по-крупному. Видите, как она говорит. Я сейчас уже считаю, что создание этого арт-пространства, выкупить дом там в центре Нью-Йорка за обвешенный день и открыть там арт-пространство, это для нее уже мелко. Это мелочь. Это уже неинтересно. Сейчас план у нее более глобальный. Она бы сделала что-то более масштабное. Что самое интересное, я не удивлюсь, если таким людям в итоге в жизни, ну, если они, конечно, все-таки не переступят закон снова так, чтобы вот прям быть пойманными, они могут это осуществить. Вот нарциссы, психопаты, такие, как это сказать, адаптированные, социальные, которые не ушли вот именно в сторону расстройства личности, а они ушли в социум, они могут очень многого достигнуть, потому что они идут, знаете, вижу цель, не вижу препятствий. Вот у них вот такое вот. А у кого-то просто вижу препятствия, иду по головам, такое может быть, очень по-разному. Вот у этой Анны больше вижу цель, не вижу препятствия. И не вижу, не чувствую цели глобальные, цели масштабные. Поэтому она говорит, деньги ко мне всегда приходили очень легко. Я их легко тратила, потому что они всегда очень легко приходили. Знаете, так вот вроде бы очень примитивно как-то рассуждает, спрашивается, ну, если они к тебе легко приходят, то совершенно не обязательно, чтобы они у тебя легко уходили. Ну, бери там, генерируй их, как и копи там на что-то, не знаю, спланируй, куда ты это, что-то где-то про запас оставь. Пусть у тебя, может, какие-то инвестиции, какие-то вложения, где-то что-то растет. Зачем ты их так же легко сливаешь? Но, видите, это, во-первых, еще глупость некая такая молодая, все-таки, что совсем молодая девица-то была. 20 с копейками, она уже аферы такие прокручивала. С годами она, конечно, заматереет. Хотя тюрьма здорово, как говорится, по ней прошлась все-таки несколько лет, человек уже не на свободе, и это ее приземлило. Но, возможно, возможно, это ее сделает более матерой, мошенницей, потому что, ну, психопатией, ее ничто не лечит, ни тюрьма, ни сумма, ни психотерапия. Поэтому она будет просто по-другому адаптироваться и приспосабливаться к этому миру. Как она говорит, вот я в тюрьме приспосабливаюсь к совершенно новому контингенту людей. Я раньше общалась в одном контингенте, здесь в другой. Я учусь к ним приспосабливаться, я учусь рядом с ними сосуществовать. Вот такая вот история. И так они во всем. Поэтому, да, тюрьма по ней прошлась, и она теперь, конечно, будет думать, как делать так, чтобы не нарушать этот закон. И она искренне ответила Ксении в интервью, когда Ксения говорит, чтобы вы, ну, больше всего, какой месседж вы бы передали своим детям. Она говорит, не нарушайте закон. Вот. То есть, видите, она сделала такой вывод. Ну, ты можешь планировать, что хочешь, но сделай это так, чтобы ты не нарушала закон, либо нарушала так, ну, чтобы тебя подтянуть не могли, наказать за это не могли. Вот. Это просто вывод, который она для себя сделала, и поэтому автоматически ей пришло, что она бы передала своим детям такое послание. И так, да, значит, она себя причисляет к Рубин Гудам, Анна, да, и у нее такое, она говорит, даже есть некое злорадство, если ты смог отомстить системе, если ты смог как будто бы нагреть финансовые корпорации. Это практически к святому делу приравнивается. Вот. То есть против богатых и сильных мира сего. И если ей удалось обмануть их, то вот, ну, как говорится, да вообще за это разве можно наказать? Видите, она себя уже сравнивает почти с Трампом. Она говорит, Трампа судит сейчас за то же, за что и ее, за дачу ложных там показаний, банку о своих доходах. Но Трампа сейчас могут оправдать, а вот меня нет. Все. Вот человек мыслит категориями людей очень высокого полета, самого высокого полета. И она реально так считает. Она вот создала внутри себя вот эту личность Анна Делви. И эта Анна Делви, она вообще не имеет ничего общего с Аней Сорокиной из Домодедова. Ничего общего она не имеет. Аня Сорокина осталась там, где-то в Домодедово. А здесь у нее Анна Делви. И поэтому она как будто русский уже забыла. Ну, как ты можешь забыть русский, если ты до 15 лет жила в России, ты русская, у тебя родители русские, как ты училась в русской школе. То есть 15 лет ты русская и просто 15 лет ты эмигрантка в других странах. Причем сначала в Германии, потом в Америке. Ну, как ты могла забыть русский? Да ты его не забыла. Ты его захотела забыть. И тогда как бы она разъединяется с той личностью, которую зовут Анна Сорокина, с какой-то русской девушкой, подростком, которая там ее жизнь и закончилась на 15 годах. А здесь, здесь другая, здесь Анна Делли, дочка немецкого какого-то там олигарха, вот, богатого папа. И все, это новая личность, которая она, субличность, которую она в себе педалирует и напитывает, и ей живет абсолютно искренне. Вот, и поэтому это так для нее естественно, что она по-русски уже, лёха говорить по-русски. Ксению спрашивает, ну вы что-нибудь помните по-русски? Ну это просто смешно, и она абсолютно искренне очень вкусно. Ребята, только в психопатике могут так общаться. Ну кино и немцы, но по-другому не скажешь. Изображать, что ты забыла русский. Вот они артисты, эти психопатики, вот они артисты, вот по-другому не скажешь, но артист, так и хочется сказать, что про Ксению, что про эту. И обе улыбаются друг к другу, хи-хи-хи, ха-ха-ха, Ксения там, значит, такую добродушную себя изображает. Анна ей, ее зеркалит, подыгрывает ей. Встретились два психопатика, нарцисса. И вот они зеркалят друг к другу, что-то друг перед другом изображают. При этом искренне в душе обе друг к другу испытывают презрение, высокомерие, и не важно, что Аня Сорокина в тюрьме, а Ксения Собчак на свободе и сидит там в своем бутиковом костюмчике, значит, военного цвета, да, и в золотом этом колье, это, картия. Не важно. А Анна, Аня это Сорокина, она на нее смотрит, как на, ну, очередной репортер, там, хочет на мне деньги заработать, но я-то на тебе тоже зарабатываю, говорит Анна себе, и все, для нее Ксения Собчак ничего не значит, ничего, вот сейчас Ксения встанет, уйдет с этого интервью, и Анна про нее забудет через три минуты, потому что у нее, ее ждут новые великие дела, вот такой вот мозг, все сразу забывают, все неинтересно, так же и у Собчак, сейчас я взяла интервью у этой Анны, и улыбалась, и говорила даже, я надеюсь, что мы с вами встретимся, когда вас выпустят в Германии, я даже ради этого немецкий выучил, и скажу, даст из фантастиш, и мы встретимся, ребят, ну это такой цирк, это просто вот цирк с клоунами, которые вернулись и переигрывают, вот, ну это вообще, и Анна такая, конечно, конечно, усралась ты мне, это через, я через минуту про тебя забуду, думает Анна, но, конечно, надо полыбаться, кино и немцы, вот, и Ксения тоже самое, и Ксения тоже про Анну эту забудет, потому что завтра она уже у какого-нибудь от Чикатило нового будет брать интервью, послезавтра у каких-нибудь там сбежавших от мобилизации эмигрантов, а потом еще, в общем, то есть это все, это вот, 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 мы живем моментом, мы живем сейчас, ни к чему не привязываемся, ничего, да, ну ладно, сейчас это мне немножко унесло туда, но, в общем, Ксения, это, это Робин Гуд, такой, знаете, Робин Гуд, да, хотя Робин Гуд, он сам по себе, сам этот герой, тоже так себе был товарищ, палка двух концов называется, не очень понятно, так в итоге он герой, или он преступник просто, да, там надо еще разобраться, вот, но всем очень нравится быть Робин Гудом, две такие, с мужским, на самом деле, характером, женщины, и, если она такая, она такая, понимаете, похитрее, в ней меньше нарциссичного, больше психопатичного, а в Ксении больше нарциссичного, ну, вот такая у них разница, и, они вот это не нужно, значит, хорошими делами прославиться, нельзя, ей это не нужно, ей надо просто, чтобы все было шито, крыто, потому что она в душе мошенница, а Ксения, она не мошенница, она вот этот тролль, и это, поэтому, говорю, немножко просто разная политика, да, что я хочу сказать, по поводу Робин Гудж этих нас, значит, Ксения, это такая, я Робин Гуд, я постоянно обсираю Россию, Российскую власть, все так плохо, все так плохо, про это невозможно, Аня, расскажите, как там в американской тюрьме, у нас-то все ужасно, у нас там вообще одеваются, а у вас-то как, но Аня не подпитала ее, понимаете, радостный настрой, сказала, что тоже все плохо, кормят ужасно, значит, автомобиль, на котором ее возили на слушание, грязный, скамейки грязные, все везде грязное, поэтому ей, бедолажке, приходилось каждый день у своего стилиста заказывать из дома новую одежду, потому что стирать негде, вот, вот, в общем, и вот и поговорили, как говорится, и Ксения сразу свернула с этой темой, ну, потому что не добилась желаемого результата, ей же надо было потроллить, вот, все узкое, вот, и вот она этому западу попку наализывает, ну, я вот серьезно, я сейчас уже как Ксения Собчак, ой, фу, как это, Вероника Степанова начинаю говорить, но ведь это правда, ну, ведь посмотрите в этом интервью, ну, она, да и не только в этом, ну, Ксения, ну, просто, ну, ну, уже хочется сказать, ну, что ж ты нализываешь-то, ну, это же просто уже, вот, ну, ни в какие ворота, уже даже никому это неинтересно и не надо, а ты все не можешь нализаться, блин, но при этом нет, она никогда не уедет на Запад, никогда, потому что она там никому не нужна, она там сразу с ума сойдет, вообще вот такие вот люди, вот, кстати, Анна вот эта Сорокина, вот она не факт, что она сойдет с ума, потому что она больше психопаточки, она более хладнокровная, а Ксения, она ближе к нарцисске, поэтому Ксения, она быстрее сойдет с ума, если она не будет востребована, если ей некого будет троллить, если она будет в забвении, вот как только Ксения Собчак, окажется в забвении, она очень быстро начнет прям сваливаться в психиатрические диагнозы, пограничник, какие-то странные расщепления, депрессивные состояния, психотические состояния, очень быстро, вот такие, как Ксения, вот она поэтому и трудоволит, поэтому она и все время должна быть на конец этой шашкой, быть этим Робин годом, потому что если только она перестанет бежать вот так, бежать прям по жизни, она сойдет с ума, вот такая вот, то есть эта психика очень-очень пограничная на самом деле, она здраво мыслит, пока она на коне, вот помяните мое слово, если, конечно, когда-нибудь будет забвение, может, у нее никогда не будет, вот, если не будет, ну мы и не увидим распад личности Ксении Собчак, вот, а так это может быть, вплоть до распада личности, а Анна, нет, Анна будет тихим сапом приспосабливаться, приспосабливаться к новым обстоятельствам, делать выводы и как-то дальше жить. Так, да, значит, Ксения это такой Робин Гуд, который обсирает все русское, нахваливает все западное, и как вот, смотрите, интересно, ей это Анна говорит, но вы расскажите хоть с вашей-то стороны, что там происходит с Украиной, с Россией, вот, вот в Америке считаю, ну я же, говорит, читаю только американские СМИ, и вот здесь пишут, что даже Байдена ругают, что он плохо помогает Украине, что он мало делает, что надо побыстрее все это прекратить, помочь, что он должен посильнее вмешаться, представляете? То есть там считают, что Байден, наоборот, мало делает, вот, но, заметьте, она несколько раз показывает, но я сомневаюсь, так ли это, я не до конца, она говорит, не понимаю, что происходит, скажите вы, Ксения, и Ксения все время уходит от этого ответа, вот, она начала что-то отвечать, типа, ну вы же знаете, Америка очень помогает вот Украине, и вот там про Америку вот так считают, что она в этом мире, и сливается с темы, и раз, 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 раз и уходит. А куда ты ушла, Ксения, куда ты ушла? Ты просто не ту ноту взяла, да, хотела как раз рассказать про гегемонию США и про то, что США творит в этом мире, и как они абьюзят весь наш земной шарик, но почему ж ты слилась? Что с лицом-то, Ксения? Почему ты споткнулась на ровном месте и ушла с этой темы? Тебе пришлось бы сейчас в чем-то признаться и рассказать, что правду-то ты знаешь, но почему-то ты так, о-о-о, да-да-да-да-да, Россия агрессор, вот, про Америку я ничего плохого сказать не могу вам, Анна, вот так это все было. Ну ладно, вот, но дураков-то в мире все меньше и меньше, и нормально люди все понимают, и Анна это, ей просто надо добраться до нормальной информации, просто скажешь, кто ей, в тюрьме ей никто не даст российских, российские СМИ читать, вот, она читает американские, поэтому, ну она, как настоящий психопат, она чувствует, что что-то здесь не то, начинает задавать вопросы, что я хочу знать точно правду, вот. Ладно, ладно, так, ну и Ксения, конечно, как вам мой костюмчик? Она говорит, ну он очень какой-то милитаристский очень военный такой, Ксения, подражаю Зеленскому, бла-бла-бла, иди дальше, Зеленскому ты подражаешь, наделась в дорогущий костюм, в дорогущее кортье, пришла интервью брать у человека, сидящего в тюрьме, а еще скажи, что ты не тронь. Она сама агрессивно в этом костюме выглядит, она не выглядит в этом костюме как человек, который, наоборот, защищается, она выглядит военизированно, а военные, это всегда про агрессию, они для этого и созданы, военные организации, потому что даже защита бывает агрессивной, извините, ребята, а как иначе, иначе это не защита, а черт, что сбоку бантик. Вот, такие вот дела, поэтому, в общем, хитрожопые обе, невозможно. Но, а Ане, куда ей деваться? Она, во-первых, знает, что ее снимают, что ее будут слушать там, как минимум полмира теперь уже нашумевшей истории. Она отвечает на вопросы так, чтобы ее побыстрее из тюрьмы выпустили. Ей не нужно отвечать так, чтобы ее не выпустили. А правду она сказала больше в предыдущем интервью, про которое как раз Ксения там и упоминает. Она говорит, Анна, вот вы давали вот такой-то передачи, интервью, и вы там сказали, что вам все равно, что о вас думают люди. Она говорит, ну, я уже не помню, кому я там что давала и говорила там, ну, наверное, так, но, может, не так. Вот это тоже ответ психопата, потому что она, правда, до конца уже не помнит, что она отвечала. Она все время живет в моменте, отвечает в моменте. Она одевает одну маску, вторую маску, третью маску, все время в масках. И ее мыслительный ряд примерно такой. Да вы никогда обо мне правду не узнаете. Я вам никогда не скажу, как было на самом деле. До половины я и не помню, как было на самом деле. Я действую в моменте. Поэтому то, что снял Netflix, да там я вам скажу, что там все неправда, 80% неправда. А здесь скажу, что я не помню, что говорила на предыдущем интервью. А здесь вот это. Я вас всех запутаю. Вы никто никогда меня не будете знать до конца, потому что я хочу, а для вас, для всех остаться загадкой, потому что все должно быть шито крыто. Это моя политика. Вот такой примерно внутренний мир Анны. А на самом деле в этом есть правда в этом ответе. Она действительно, ей действительно все равно, кто о ней и что думает. Ей все равно, что из себя представляет Ксения Собчак, что она о ней думает, какие она ей вопросы задает, что будет после интервью. Ей вообще все равно. Ей все равно. Она вот сейчас отвечает, отрабатывает деньги, по всей видимости, которые каким-то образом ей все равно заслали за это интервью. Ну, либо они потом при это интервью принесут дивиденды. Я не знаю. У Анны, у нее чисто такой абсолютно меркантильный подход к жизни. И просто так она там тоже воздух сотрясать не будет. И дальше она пойдет, и все. Она уже будет думать там о сокамерниках и о том, что сейчас в данную минуту там у них в камере происходит. Вот такая вот история. Так. Дальше идем. А, да. И, кстати, про этого мошенника, смотрите, из Тиндера, как она говорит. Я считаю, что он просто хищник. Она говорит, он просто хищник. Вот. То есть себя она к хищникам не причисляет. Она благородный хищник. Она Робин Гуд. Поэтому она не хищник в итоге. Вот. Да. И она говорит, у него нет морали и этики. То есть, видите, она такой Робин Гуд, где она совершает мошеннические действия, совершает какие-то преступления, но они имеют, повторюсь, благородную цель. Там есть мораль и этика. Потому что она Робин Гуд. Так. Потому что корпорации всех на йо, и поэтому их на йо – это святое дело. Так. Это я уже повторяюсь. Но тем не менее. За повторение мать учения. Дальше, дальше. Так. Что у меня здесь написано? Давайте. Ага. Да. Это я тоже сказала. Да. Ну и Ксения, конечно, со своими опять этими антироссийскими вопросиками. Но почему же вы, Анна, решили вот так вот мошенничать в Америке? Что же вы не мошенничали в России? Здесь же благодать, как можно мошенничать. Ну почему вы выбрали не ту страну? Вот это вот просто удивительно человек. Вот это вот срать на том месте, где ты живёшь. Да. Это из разряда «Давайте вот это вот, давайте всё-таки бить всё время по голове России. Вот давайте». Вот она только пытается, блин, очухаться, с колен встать. Давайте ей молотком снова по голове. Ну это просто вот удивительно. Как можно вот так срать свой собственный колодец? Ну вот как? Ну вот такие люди. Вот живут только нарциссическим началом. Живут только психопатическим началом. Вот ничего не жалко, никого не жалко. Никакой эмпатии. Эмпатии ноль. Вот эмпат, он никогда не перестанет удивляться вот этим вот товарищам токсичным. Ну вот никогда. Ну вот Токс, он и в Африке Токс, блин. Вот что ты с ним сделаешь? И похоже, она с нами навсегда. А ведь Россия херово именно из-за таких, блин, Токсов, вот, которые тролли своей собственной страны. Вместо того, чтобы наоборот вдохновлять, вдыхать в нее жизнь, делать что-то хорошее, не срать на окно, как мухи, а помыть это окно. Нет, нет. Ну что, что? Может, Токса, мы и так не действуем. Вот. Вот это вот удивительно. А плохо-то именно из-за таких. Ну вот уедьте, вы уедьте, соберите свои чемоданы с луэвитонами, что там у вас там еще, с картье со своими, уложите все. Понимаете? Идите на! Хочется сказать. Но нет, вцепимся, скованной одной цепью, связанной одной целью. Это просто удивительно. Будем срать до победного. Пока нам пизды не на нот. Либо пока сами тут все не просрем. Либо пока ее в тюрьму, в конце концов, не посадят. Пока ее, ну, и на агента для нее слабо, ей все пофиг. Вот. Нет, 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 нет. Мы будем здесь. Сдохнем. За Русь усрусь. Вот. Это вся Собчак. Да. Только в другом контексте. Да. Вот именно что. Вот не надо усираться за Русь. Ты будь просто за Русь. Ты здесь живешь. Сделай что-нибудь хорошее. Нет, она будет срать. Ай, Господи. Прямо вот так вот и хочется сказать. Господи, сатана языди, блин. Вот, вот, вот все. Это святой водой надо побрызгать. Но ничего, ничего. Как говорится, смеется тот, кто смеется последний. Подождем. Подождем, увидим. Так. Ну, Анна что? На этот вопрос, почему она не стала мошенничать в России, она посмеялась. Говорит, что вы хотите сказать, что вам было в Москве это делать? Вот. Ну, в общем, у Анны не было такой мысли, потому что она уже жила субличностью Анна Делвин. Поэтому ей до этой Москвы, как до Пекина раком уже было. Так. Ну, что еще я не сказала? Так. Это я тоже сказала. То, что она себя с Трампом уже сравнивает, это я тоже сказала. Да, видите, она говорит, мои цели по жизни отличались от целей моих родителей, поэтому у меня с ними нормальные отношения. Ну, мы разные люди. Да, так и есть совершенно. Она вот, ну, она другая все, но она уже другой менталитет себе даже создала. Другое порождение уже внутри себя. И вот это вот интересно. Видите, все держать под контролем. Она повторила эту фразу несколько раз. Мне самое главное все держать под контролем. То есть это, это, вот это, это такая психопатичная с одной стороны штука, с другой стороны, вроде бы это хорошо ответственный человек, но это не про ответственность. Это про власть. Это про власть. Поэтому ей никакой богатый мужик не нужен, который будет ей давать деньги, но при этом ей управлять. Да боже упаси, ей это вообще не нужно. Она же не содержанка. Она наоборот, она сама генератор идей. Она сама тот, кто эти деньги из воздуха делает и ими, значит, вот так вот апеллирует, ими их по воздуху разбрасывает. Это она тот, кто будет вот так купюры из окна кидать и там радовать народ, понимаете, развлекать. Вот. Поэтому ей эта вот содержанка быть совершенно не ее. Так, ну все. В общем-то, основное я вам сказала и примерно, что ощущалось, кстати, в роли, ну что ощущалось в роли Собчак, когда она именно, я смотрела ее именно, когда она брала интервью Иван. Да то же самое, что, да я знаю, какая ты, ну это по отношению к Ане такие мысли. Я просто тоже маску одеваю. Я себя веду вот так. Мне интервью сейчас надо взять интересно. Поэтому я вот сейчас буду улыбаться, буду такие какашистые по отношению к России вопросы задавать. Буду смотреть, как ты вообще, какой у тебя менталитет, что ты там ответишь. Ну в общем, мне надо взять горячее интервью. Так вот, в общем-то, мне все равно. Вот. И у Анны то же самое. Мне нужно дать тебе интервью, а так мне на тебя все равно. Вот, как говорится, и поговорили. Два приятных собеседничка. Хорошо. Пишите в комментариях, какое было у вас впечатление от этого интервью. Что вас зацепило. Может быть, я что-то упустила и какие-то у вас есть интересные выводы и моменты. Да, там вопрос-ответ, ответ-вопрос-ответ. Что-то вы какие-то выводы сделали. Может быть, вы смотрели еще другие какие-то интервью этой Анны Сорокиной. Вот, кстати, ее все время хочется называть Анной Делой. Вот настолько, правда, она себя внутренне такой ощущает, что я, как Наталья, заставляю себя говорить Анну Сорокину. Но я прям сама чувствую, что она Делой. Вот настолько она вжилась в эту новую личность свою, придуманную. Да, может быть, какие-то были еще интересные интервью. Такие, знаете, гораздо... Я считаю, это интервью вообще неинтересное. Они обе были такие, знаете, масляно-хорошие вот так вот друг для друга. Нет, горяченького контекста контента не получилось. Может быть, есть другое интервью, где Аня лучше себя вот с этой психопатичной частью показывает, где она более искренняя, но более холодная, да? Потому что здесь она, ну, это масло масляное, я же говорю. Мы на две пастилы поговорили друг с другом. Ой, господи. Ладно. И напишите тогда, что это за интервью. Я с удовольствием его просто, ну, посмотрю сама тоже дома. Мне интересно. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok